МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дамы и господа, продолжаем программу пресс-клуб. Гости нашей сегодняшней передачи Микс Хоук, журналист и обозреватель. И Давид Гай, писатель и журналист. Ну что, давайте продолжим нашу программу. Я предлагаю следующую тему. Мы первую часть программы уделили, собственно говоря, визиту Байдена, визиту других лидеров на Ближний Восток. И тема, естественно, Израиля. А вот здесь можно перекинуть мостик к визиту Путина в Китай. И в данном случае вот эта программа Китая «Шелковый путь». Путин, по-моему, приехал, вернулся в Россию очень воодушевленный. Просто он сиял, потому что, ну, принял его Си Цзиньпин не только как младшего партнера, но и буквально как младшего брата. Там были остальные лидеры. Они явно были вот вассалы, а Путин, ну, я не знаю, младшая жена. Вот, он все время рядом с Си Цзиньпином стоял, они там постоянно о чем-то говорили. Три часа у них был разговор тет-а-тет. Путин очень воодушевлен тем, что вот такие связи наладились с Китаем. И здесь я должен сказать, что, наверное, сегодня мы можем говорить вот именно в этих терминах. Сегодня идет, поскольку, ну, да, очевидно, борьба добра и зла, то налаживается вот то, что называется вот такая ось зла. И то, что происходило в Пекине, тому доказательство к этим двум лидерам. И причем такого тоталитарного автократического плана и Путин, и Си Цзиньпин. Я должен сказать, что еще год назад в Китае все-таки руководила всем коммунистическая партия. А после того, как Си Цзиньпин был выбран на третий срок, что противоречит, в общем-то, Конституции Китая. Но, опять-таки, в таких условиях кто об этом говорит? Сегодня Китаем руководит Си Цзиньпин. Точно так же, как Россия сегодня руководит Владимир Путин. И Аятоллы в Иране, наверное, может добавить еще сюда Северную Корею. Опять-таки, вот эта ось, она совершенно четко наметилась. И у этой оси, наверное, получается, вот можно посмотреть в последнее время. Значит, Израиль и Саудовская Аравия, они должны были наладить отношения. Я думаю, что это намечалось на 9-е и 10-е октября. Не было заранее анонсировано, но не всегда такие вещи анонсируют заранее. И вот здесь, 7-го октября, Хамас зверски напал на Израиль. Это соглашение теперь, ну, не знаю в какой перспективе, поскольку Саудовская Аравия, как, собственно, и все арабские страны, она тут же обвинила во всем. Израиль, что ни в коем случае, особенно если начнется сейчас наземная операция, Саудовская Аравия и Израилю будет разговаривать не о чем. Вторая вещь, это то, что перспективы, связанные с сектором газа, вот то, что должно было, собственно, обсуждаться в Омане, опять-таки, все это положено под сукно. Встреча в Омане не состоялась, поэтому как будут дальше, даже если эта операция начнется, а что будет дальше? Есть ли у Израиля план, что мы будем делать с сектором газа, что мы будем делать с уничтоженным Хамасом, но не добитым, после того, как операция закончится? Это же очень страшная тема, очень тяжелая. Вот, я напомню, что в свое время Хамас, сектор газа был под юрисдикцией Израиля. Израиль потом сказал, да нет, разбирайтесь сами, и вышел. Опять входить туда и там все время оставаться. Иными словами, вот этой оси зла в последнее время какие-то вещи удаются. Да, с поддержкой Ирана, в общем-то, основная, конечно, тема, это ненависть Ирана к Израилю, но и у Путина ему тоже удалось перенести акценты с Украины на Ближний Восток, на Израиль, на Хамас, на Хизбалу и так далее. Иными словами, вот это зло, оно себя проявляет, и, ну, недаром, и руководители Германии, Великобритании, Соединенных Штатов на этой неделе прибыли на Ближний Восток. Что-то нужно с этим делать, иначе мы все скатываемся к Третьей мировой войне. Безответственный режим Путина к этому ведет, безответственные аэтолы. Такое впечатление, что действительно, вот мы где-то уже у этой ямы стоим. Микс, вам, ваш взгляд, мы сейчас переходим к теме, собственно, визита Путина, но эта тема гораздо шире. Ну, вообще отношения, тут тоже я ничего нового, наверное, не скажу, ни для кого, что диктаторы всегда друг с другом договорятся и найдут общий язык. Поэтому совершенно понятно, что у Путина всегда будут в союзниках вот такие вот режимы, подобные Китаю. Другой момент при этом нельзя забывать – это то, что Китай – это, в общем, такое государство себе на уме. Китайцы себя не считают. Ну, вообще Китай исторически не считает себя частью чего бы то ни было. Китай сам по себе. Это все остальные могут быть частью Китая. Китай – это поднебесная. И, в общем-то, у них есть интересы. И, в отличие от, кстати, большинства современных государств, Китай не ставит себе целью осуществить свои задачи вот при жизни нынешних лидеров. Китайский менталитет позволяет понимать, что мы сейчас что-то сделаем, а через 200 лет благодаря этому наши дети будут жить долго и счастливо. Поэтому китайцы не очень нацелены на ближайшее такое. Поэтому они, в общем, мыслят очень такими отложенными категориями. Естественно, Китай не рассматривает Россию как союзника. Ну, или как друга вот такого настоящего, что вот мы теперь русские с китайцем братья навек. Блокад песни, да? Но, тем не менее, и у Китая, опять же, да, в Китае публикуются карты, на которых Южная Сибирь и Дальний Восток включены в территорию Китая. То есть это китайский взгляд на часть территории России. Я, собственно, ничего против не имею. На здоровье пусть разбираются. Но, тем не менее, да, тоже надо понимать, что у Китая есть свой интерес стратегический в отношении России. Но на нынешнем этапе Китай, конечно, может определенным образом подпортить ситуацию. И здесь включиться, естественно, может один момент. Это момент экономический. Потому что Китай, несмотря на все разговоры о великой победе китайской экономики, и вот посмотрите, как все цветет и пахнет, как бурно все развивается, тем не менее, мы понимаем, что бурное развитие китайской экономики, оно в реальности существует только благодаря Западу. Благодаря тому, что Запад в Китай постоянно вкладывает, Запад в Китае строит свои производства, Запад дает Китаю свои технологии. Есть договоренность, что вся техника, которая производится, вся электроника, которая производится в Китае на американских, например, заводах, американцы делятся этими технологиями. Я не знаю, кто эту предательскую вообще идею в свое время принял, но тем не менее делятся всеми технологиями. Поэтому мы видим вот такое бурное развитие китайской экономики. Как только это прекратится, моментально все развитие китайской экономики рухнет в пропасть, так же, как в свое время рухнуло развитие российской экономики. После этой встречи и вообще этого саммита, и приглашения туда Путина, и облизывания публичные там Путина, мы знаем, что Запад практически не присутствовал, кроме Венгрии, ни одна европейская страна не присутствовала на этом форуме, при том, что, в общем, вся эта идея большого торгового пути и всей этой программы, там 130 стран вовлечены, вся идея заключается в том, чтобы Китай связать напрямую с Европой. И тут вдруг Европа практически, не говоря, не делая никаких громких заявлений, но просто демонстрирует то, что она теряет интерес к этому проекту. И тут, конечно, понятно, что вот это вот приближение Путина, оно повлияло на это решение, и то, что Сидзипин так демонстративно это делал, он как бы пытался показать Европе, да мне все равно, да мне как бы там, не хотите, не участвуйте. Но на самом деле он же понимает прекрасно, что без участия европейских стран, без участия вообще западного мира, весь этот проект летит в тартарары, он никому не интересен, потому что там основной рынок. Кто будет, ну, Хамас, что ли, будет покупать китайскую продукцию на миллионы долларов? Нет, конечно, им это все не надо. Точно так же, ну, у них просто нет таких возможностей экономических, то же самое касается и африканских стран. То есть все, пока вот такая возникла ситуация, достаточно провис и весь и проект этот. Ну, и в связи с этим я, честно говоря, сомневаюсь, что какая-то реальная большая помощь от Китая будет России оказана. Потому что Китай, на мой взгляд, не готов ставить крест на отношениях с Западом, а пока это просто такое играние мышцами, опять же, в связи с Тайванем, показать, что мы тут, типа, сами большие, сами по себе тут разберем, без вас обойдемся. Но на деле пока, в общем, не обходится. – Давид, кстати, ведь Си Цзиньпин, он был весной этого года, он был в Москве, и вообще создалось тогда ощущение, что они с Путиным не договорились. Он, кстати, обсуждал там вот эту вот программу Китая, которую он предлагал с целью усадить Украину и Россию за один стол. Я напомню, что Си Цзиньпин прервал свой визит. То есть он уехал. А вот сейчас такое впечатление, что они просто братья. – Ситуация такая. Значит, кто в результате визита Путина в Китай выиграл? Я думаю, что Россия ничего не выиграла. Ну, может быть, единственное, что Китай уже давно, видимо, дал отмашку Северной Корее, так сказать, идти на уступки и помогать Путину всем, чем можно. И я не исключаю, я даже уверен, что часть страны, снарядов и ракет, которые Россия использует в Украине – это корейского производства. Почему Корея так зависит от Китая? Понятно. 96% всего, так сказать, корейского бюджета и вообще денег и так далее – это китайская часть, китайская помощь. То есть это вассал Китая стопроцентный. И все. Но в ответ Россия, чтобы удовлетворить и умиротворить, и, так сказать, получить похвалы от Синцепина, продает нефть с большим дискаунтом, продает газ. С газом там все не так просто. К слову сказать, Путин ни разу в своих выступлениях сейчас в Пекине не упомянул об этом якобы грандиозном проекте газопровода, трубопровода «Сила Сибири-2». Строится-то не очень. А Синцепин упомянул, что вот они с нетерпением ждут, когда более дешевый газок начнет поступать на предприятия и, так сказать, в другие места Китая и так далее. Все это наслаивается на достаточно сложное, я бы не сказал провальное, но достаточно сложное экономическое положение Китая. Предприятия китайские безумно закредитованы, банки перестают давать ссуды и так далее. Реал стоит просто в непонятном состоянии, потому что из пяти квартир одна пустует, никто не покупает. Там города пустые стоят. Понимаете, вот это очень... И ВВП китайский, вот эти 8-9% роста ежегодно забыть надо. Три, там, может быть, три с половиной, ну, как-то так натянут, может быть, еще. Поэтому все халявное и все более-менее дешевое, дешевое, что будет идти из России, Китай вполне устраивает. Но Китай и Россия – это две разных страны, два разных направления деятельности. Россия ставит все на карту, чтобы задушить соседнюю демократию, я имею в виду Украину или ростки соседней демократии, и поменять вообще все эти плюсы и минусы в мире, чтобы не было однополярного мира и так далее, и так далее. У Китая задача другая. Он не против этого, конечно, но так и так Китай занимает достаточно серьезное положение в этом раскладе. Но Китаю торговать надо только с Европой и с Америкой. С Россией там торговля, ну да, какая-то будет, но китайские машины, там еще что-то такое, какая-то, не бог весть, какая электроника пойдет и так далее. Но без Европы, без европейских денег и без американских денег Китаю внутренний рынок там не такой. Там, извините, в сельском хозяйстве полмиллиарда тоже. Если не голодают, то живут очень, очень скромно, мягко говоря. Поэтому у Китая задача немножко другая. И, наконец, то, что делается с Тайванем. Китающие внимательно приглядываются, как идет война в Украине, как Израиль ответит Хамасу и вообще, как, значит, мусульманские страны вмешаются. Он за всем этим следит, потому что он понимает, что Тайвань – это нелегкий для него орешек. А раскусить его будет очень трудно. Не случайно в этих ста миллиардах долларов кусочек для Тайваня. А у Тайваня еще приличная оборона. Много всего есть, чего есть и в Америке, и в Южной Корее, и так далее, и так далее. Вот все это говорит о том, что они могут пожимать друг другу руки, они могут клясться, так сказать, вечной любви и дружбе. Лавров может заявлять, он совершил визит в Северную Корею, заявлять, что северокорейский народ – это братский народ. Все это фуфло, по большому счету. Я просто, мне страшно пора заявление Лаврова. Он говорит, что вообще россияне, они могут туризм и вообще на отдых, они могут ездить в Северную Корею, зачем им нужны другие страны? Это все политическое фуфло, на это вообще внимания обращать не надо. Но ситуация такая, что Китай активно вмешиваться в украинскую войну не будет. Это очевидно. Но его, так сказать, как бы невмешательство, все равно он на стороне России. Это совершенно очевидно, потому что, так сказать, ворон ворону глаз не выклюет. А эти два ворона-диктатора, они прекрасно спелись и так далее. Но если у Сидзепина с экономикой в ближайшие 34 года не получится ничего, а скорее всего так и будет, то тогда Тайваню надо очень серьезно беспокоиться. Потому что война для таких диктаторов – это благо. Можно всегда свалить все на войну. То, что Путин и делает. Понимаете? Поэтому это вот такой сложный клубок отношений. Вот так. Друзья, у нас осталось немного времени. Я хотел бы, чтобы мы перешли к другой теме. На этой неделе исполнилось 600 дней войны, развязанной Российской Федерацией в Украине. 600 дней. Ну, кстати, вот мы вспоминали блокаду. Я как раз говорил на этой неделе с нашим украинским корреспондентом в программе «Утренняя пробежка». И он говорит 600 дней. А я вспомнил, ведь блокады – это 900 дней, ленинградская блокада. Тоже такая катастрофа. Но для одного отдельно взятого города там разные совершенно причины, включая и волю Сталина. Но в данном случае 600 дней просто вот этой кровавой бойни в центре Европы, развязанной Российской Федерацией. Это, причем, все разворачивается явно не в пользу путинского режима. Хотя, после встречи в Пекине, ну, он приехал просто окрыленный. Такое впечатление, что он, кстати, сразу поехал в Ростов-на-Дону, в штаб. Я, извините, ты уверен, что это он приехал, а не двойник? У меня большое сомнение в этом. Мы сегодня ни в чем не можем быть уверены, когда говорим о Путине. Большое сомнение, что это он прилетел туда. Ну, неважно. Ночью причем. Опять-таки, да, здесь я хотел бы обратить внимание. Интересно, что когда он был и встречался с Герасимовым, это было, по-моему, 19 августа, он тоже был в Ростов-на-Дону, и там он был в штаб специальной военной операции в Ростов-на-Дону. Так было сказано. А сегодня он приехал, ну, сегодня вот на этой неделе, он приехал в штаб вооруженных сил Российской Федерации в Ростов-на-Дону. Я не знаю, в чем здесь вот эти вот тонкости, в чем здесь изменения, может быть, какой-то политики. Но тогда он приезжал в штаб вот этой специальной военной операции, и сегодня он приехал в штаб вооруженных сил. Но, опять-таки, давайте подведем какие-то итоги, ваши комментарии. Микс, я прошу вас, ну, вот поделиться с нами впечатлениями об этой бойне, устроенной путинским режимом. Ну, на мой взгляд, это просто, во-первых, это просто провал вообще всего, что мы называем международной системой безопасности. Потому что, ну, мы понимаем теперь, что никакой ООН, никакое НАТО не в состоянии, просто физически не в состоянии, ну, вернее, так сказать, физически они, естественно, в состоянии, но, учитывая их моральный настрой, учитывая их отношения, они не могут ничего сделать, они не в состоянии... То есть, собственно, для чего создавалась ООН? Для того, чтобы больше не было таких войн. И ООН нам демонстрирует, что ее существование абсолютно бессмысленно. Потому что в центре Европы можно развязать вот такую вот войну, просто обстреливать ракетами мирных жителей, целенаправленно уничтожать целые города, и мировое сообщество будет охать, ахать, выражать глубокую озабоченность, и ничего с этим не сделать, хотя сделать абсолютно технически возможно. Если бы действительно возникло желание, если бы все страны, члены ООН, не поддерживающие эту войну, просто бы зашли на территорию России и встали вот вокруг Москвы своими войсками, то все бы закончилось мгновенно. Все бы закончилось в течение 24 часов. Почему я и думаю, что один из наших кандидатов в президенты говорит, что он может это закончить за 24 часа. Я как раз верю, что это абсолютно возможно. Это не заканчивается, потому что никто ничего не делает, потому что очень многие имеют хороший гешефт от этой войны. И только поэтому ее не останавливают. Вот технические возможности есть. Мы видели уже состояние российской армии. Реально никаких нет возможностей у России противостоять объединенному Западу. Говорить о ядерной угрозе тоже несерьезно сегодня, потому что, как говорил персонаж известного фильма и книги, у самих револьверы найдутся. То есть ядерное оружие есть не только у России, и гораздо более развитые технические возможности по перехвату ракет существуют сегодня в мире у западных стран. Поэтому это просто отговорки. Ой, у них ядерное оружие, мы ничего не можем сделать. Ну тогда что? Значит, тогда вообще получается, Путин может завоевать весь мир, и никто ничего не может сделать, потому что у него ядерное оружие. Ну, это тоже, на мой взгляд, не подход, и так нельзя относиться. Поэтому для меня главный эффект, не говоря уже о том, я, естественно, я постоянно на связи, у меня много друзей сейчас воюет непосредственно в Украине на фронте, поэтому я знаю, что происходит, я знаю очень много того, что происходит внутри, и даже все это просто опуская, и насколько просто это эмоционально тяжело все переживать. Но вот при этом для меня главным все-таки событием в мировом масштабе является вот именно демонстрация несостоятельности международных институтов и всех их. Даже вот тот же Путин, вот есть ордер на арест, ну и что? Международный преступник официально объявлено, все, есть ордер на арест, он едет себе спокойно в Китай, да, Китай не подписал Римский статус, но тем не менее это международный преступник, с которым можно вот так встретить. Я, кстати, думаю, что он такой радостный, приехал в очень значительной степени, потому что его впервые с начала войны в Украине хоть кто-то где-то как-то принял, как человека, а не смотрели на него как на шакала. Ну, я должен сказать, что меня очень порадовал Шольц, который на этой неделе выступил. После заявления Путина я сказал, что этот уровень цинизма просто зашкаливает этого президента Российской Федерации, после того, как Путин сказал о том, что, ну вот, сектор газа, там же практически, он вот как раз и сравнил блокада Ленинграда и сектор газа, а потом он сказал, ну, нельзя же, получается, что вы лишили сектор газа воды, тепла, вот, лишили электричества. Это говорит человек, страна которого просто уничтожает инфраструктуру, и это официально заявлено было и в прошлом году, когда начался отопительный сезон, и будет происходить в этом году. Ну что, 600 дней. Об Украине несколько слов. Да. Контрнаступление не получилось в том плане, как хотелось сделать. По понятным причинам российская армия очень укрепилась в минные поля, ну и так далее, и так далее. Не хватает техники, но только-только недавно эти знаменитые Атамсы, так сказать, пришли в Украину американские ракеты, но это старая модель, модель еще 96-го года, но она слегка модернизирована. Дальность у нее 180 километров, хотя современные Атамсы бьют на 300 километров, но опять-таки американцы боятся давать украинцам, так сказать, чтобы эскалация таким образом не начала расти и так далее. Ну и со 180 километрами украинцы прекрасно справились. Разгромили два аэродрома военных, так сказать, и Севастополь сейчас под большим вопросом, как там будет и так далее. Чем больше будет такой техники, тем будет лучше для украинской армии. Но поставили Атамсов где-то 15, видимо, 10-15. 20. Американцы сказали 20. Толком никто не знает, но не более 20. Это очень мало. Второй момент. А на левом берегу, возле Херсона, какая-то очень серьезная активность, и россияне не ожидали, что там будут какие-то прорывы. Может быть, что-то получится. Хотя я уверен, что зима будет зимой, так сказать, ну, в общем, не той зимой, на которую рассчитывает Украина. Самое главное, усталость народа, появится она или нет, пока признаков нет. Усталость Запада появится от Украины, от всего того, что происходит. Не то, что нет признаков, а есть признаки совсем иные, что Запад будет помогать. Опять же, цитирую Байдена, мы не можем повернуться к Украине спиной. Поэтому я, в общем, оптимист. Я надеюсь, что, так сказать, все-таки Путину придется очень крепко подумать, как вести эту войну, даже с учетом северокорейских и прочих, так сказать, боеприпасов и прочее, прочее. А пока что... Пока что украинцы стоят насмерть и будут стоять. И это совершенно очевидно. Микс, мы вот сейчас затронули тему, на что рассчитывает Россия. На усталость. Усталость Запада, усталость украинцев. На усталость россиян нет никакого расчета, поскольку россияне будут до последнего погибать. Погонят на ружье. Да, 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 до последнего погибать. Ваш взгляд, вот какие перспективы вот этого всего? То есть Россия говорит, что 2025 год, 2024 год мы ждем. Почему-то они очень рассчитывают на то, что если придет Трамп, то Россия тогда все будет... Россия просто будет, да, что называется, в шоколаде. Это вовсе не так. И здесь можно рассматривать самые разные варианты, но республиканцы вовсе не говорят о том, что они закончат войну в пользу России. Ваш взгляд? Ну, они, конечно, на это не рассчитывают. Они гораздо лучше, чем очень многие комментаторы, в том числе здесь, в Соединенных Штатах, знают, насколько катастрофичным для России был президентский срок Трампа, именно для российского руководства. Там они прекрасно это понимают. Это обычная дезинформационная кампания, чем КГБ, собственно, всегда славилась, тем, что они умели хорошо запускать дезинформацию. Они продолжают этим заниматься. Им необходимо действительно, так же, как они это делали в 2016 году, когда они пытались весь мир убедить, что они очень хотят Трампа и очень он им нужен, так же они пытаются это делать и сейчас. Хотя, в общем, это уже, конечно, для людей действительно осведомленных и как-то следящих за тем, что происходит и происходило, это звучит совсем уже смешно. Если тогда это было просто смешно, сейчас тоже гомерический хохот вызывает эти потуги. Перспектив у России нет никаких. На самом деле сейчас в России активизировались национально-освободительные движения очень сильно. Заключаются, проходят конференции, встречаются группы разных регионов, именно регионалистские группы, которые проходят конференции, например, свободных народов пост-России. То есть достаточно уже обширно идет по всей России у людей в разных регионах желание просто отделиться от Москвы и жить самостоятельными, отдельными республиками. И к этому все идет. Путин не то чтобы он, я бы не сказал, что он рассчитывает на что-то. Путину сейчас это как в старой сказке день простоят, до ночи продержаться. У него выхода никакого нет, у него перспектив никаких нет, но надо делать хорошую мину при плохой игре и надо как-то удерживаться, хотя бы выживать. Вот он сейчас занимается выживанием, оттягивает свой конец. Только и всего, потому что никаких перспектив там быть в принципе не может. И даже не только из-за отношения Запада, а просто потому, что сама идея вот такой вот имперской России, она, в общем, давно уже закончилась. И сейчас это существует по инерции. Но инерция уже выдыхается и заканчивается. И народ устает. Не надо тоже забывать, что, в общем, погибает очень много людей, очень много мужчин российских в этой войне. И это тоже, в общем-то, достаточно серьезная демографическая ситуация. В России и так население значительно меньше, чем должно быть для такой территории. Сейчас его будет еще меньше. Микс, я хотел бы, да, у нас времени уже нет. Перспективы какие-то? Буквально 30 секунд этой войны. Перспективы? Да. Последний номер журнала «Ньюсвик», где всерьез утверждается, что в Кремле Путину ищут замену. Более дубиноголового вывода, я думаю, что сделать нельзя. Хотя они говорят, у нас инсайдеры в Кремле, у нас там это. В основном оценивались какие-то высказывания русских журналистов и так далее. Не будет этого, к сожалению. Он пойдет на выборы. Народ проголосует там свои 75-80, а то и 90 процентов возьмет. И с этой бедой миру придется жить очень долго, пока он не окочурится. Вот это финал, который я хотел бы сопроводить передачу. Дамы и господа, благодарю вас, Микс, благодарю, Давид. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Всего доброго, до встречи в эфире. Время нашей передачи подошло к концу. До свидания.